здравствуйте с вами владимир баев в своем прошлом видеоролике я задал вопрос по провод по поводу очень редкой неисправности карбюратора solix ответа пришло очень много просто буря эмоций честно говоря не ожидал даже такого всем кто участвовал огромное спасибо и за обсуждение и за просмотры надеюсь было очень интересно вот но ответ на этот вопрос я дам в конце этого видеоролика сейчас хотелось бы рассмотреть такие часто встречающиеся ответы один из ответов встречающихся комментариях гласит что вот этот малый диффузор стоит либо слишком низко либо слишком высоко но вот как так поставить здесь и даже слабо себе представляю потому что все размеры все-таки делаются в условиях завода и как можно накосячить чтобы диффузор вставал неправильно но я даже себе как не представляю этого дела есть еще вариант ответа что вот это вот отверстие не сопрягается вот с этим вот отверстием и взаимно друг друга перекрывают ну тоже не знаю как это возможно потому что все сделано в условиях завода небольшие смещения при сверлении вот здесь конечно возможно выше ниже ну как условиях завода накосячить так чтобы было на 5 миллиметров выше или ниже вот это отверстие тоже не знаю к тому же все будет видно невооруженным глазом есть вариант ответа что диффузор стоит намного выше тот мало диффузор и вот это вот часть его не попадает в зону разряжения ну единственный вариант то что он может быть короче вот этот размер но опять же как его так сделать чтобы видно не было и в любом случае будет видно невооруженным глазом так еще варианты ответа который встречается в комментариях то что диффузор с первой камеры был ошибочно установлен в диффузор от второй камеры но ошибиться так невозможно потому что это карбюратор solix и у карбюратора solix все малые диффузоры абсолютно одинаковые разницы у них нет никакой для первой не для второй камеры разницы нет ставится не все одинаковые сюда поэтому этот вариант ответов тоже отпадает любом случае здесь все подойдет все будет стоять правильно вот сразу не сказал вот этот диффузор у меня сюда легко входит это просто для наглядности здесь я пружинку убрал отсюда чтобы она мне не мешала при работе вот так еще один вариант ответа очень часто встречающийся утверждают что малый диффузор установлен неправильно то есть он развернут на 180 градусов как следствие канал перекрыт и нет поступления топливо-воздушной смеси ну во первых если вот так было то жиклер на 115 не спас бы положение потому что что жиклер на 95 что на 100 да хоть на 120 хоть на 150 сюда ставь эмульсия не сможет поступать через пружинку но есть еще одно но для того чтобы малый диффузор перевернуть на 180 градусов и установить на место ну как сказать тут вот усилия здесь надо будет прикладывать при помощи здоровенной ковалда потому что диффузор сюда установить вообще невозможно это инженерное решение здесь применено именно для того чтобы было невозможно произвести неправильную сборку а заключается все вот в чем ширина вот этот размер скажем так 9 и 7 а а вот этот размер уже больше 10 и 3 то смещение сейчас покажу вот 10 и 3 и вот размер вам видно насколько он меньше вот видно 9 и 7 размер то есть размер на здесь и заложено завода разное и как следствие вот этот вот размер и вот здесь вот они тоже разные поэтому развернуть малый диффузор на 180 градусов и установить его в неправильное положение на карбюраторе solix просто невозможно поэтому этот вариант ответа тоже отпадает вот для примера я взял карбюратор озон старенький но не суть важно здесь я тоже пружинки убрал чтобы не мешались и так вот диффузор первой камеры вот диффузор второй камеры ты малая диффузора их можно поменять местами вот так вот и все будет прекрасно работать больших провалов не будет все будет ездить и к тому же вот на озоне эти малые диффузоры их можно развернуть вот входное отверстие но вот так вот ставится его можно также развернуть и установить не той стороной то есть на карбюраторах то есть на карбюраторах озон защиты от неправильной сборки малых диффузоров просто нету все подходит и так и так видите все замечательно подходит поэтому тут надо быть внимательным при сборке а что же касается карбюратора solix то развернуть на 180 градусов и установить малый диффузор на место просто невозможно он сюда не войдет ну просто никак потому что тут есть защита от неправильной сборки что первой камере что во второй камере не вытащили как да что что невинно разворачиваю и все на этом собрать его так уже невозможно то есть на карбюраторе solix сборку малых диффузоров можно произвести только в правильном положении это уже как говорится без вариантов поиски причин неисправности привели ну скажем так несколько неожиданному результату вся проблема оказалась вот в этой детали это малый диффузор так называемый вот он на вид диффузор как диффузор но в нем оказалась одна проблема вот в этой части вот здесь оказалось большое количество раковин сейчас покажу даже вот вот как показать то вот так может это будет видно вот так вот вот подношу фонарик вот видно светится отверстие вот он сейчас еще раз покажу несколько раз вот вот видно светится отверстие то есть раковины оказались здесь вот там внутри там их не видно но раковин оказалось достаточно много вот к чему это привело вот я изобразил схему и к чему это собственно привело наличие раковин вот в этой части то есть они там в глубине вот их наверное там видно не будет сейчас немножечко вроде видно глубине тоже там есть раковина так вот наличие раковин вот в этой части это со стороны где стоит пружинка вот полость для пружинки на пружинку словно не показано из-за того что здесь раковина через эти раковины стал поступать дополнительный воздух в канал эмульсии то есть малый диффузор когда установлен в карбюраторе пружинка прижимаете вот только к одной стороне со стороны пружинки здесь образуется щель небольшая воздух через эту щель попадает в полость где установлена пружинка и через раковина попадает вот сюда то есть вот сюда попадает и в конечном итоге этот воздух вот в этом канале снижает разрежение вот он установлен то есть воздуху здесь прошел внутри там и в самом канале снизил разрежение и эффект получился такой как будто бы вот этот же клёр он здесь стоит на 125 то есть получилось так что как будто бы вот этот же клёр очень большой скажем там на 190 стоит разрежение снижается в самом эмульсионном канале и как следствие снижается разрежение вот здесь в эмульсионном колодце если здесь снизилось разрежение естественно меньше будет засасывать бензин и смесь объединяется и поэтому пришлось увеличить топливный жиклёр и о наглядности я вот так покажу сюда сейчас подам воздух жатый вот видно как пузырится все еще раз вот так покажу вот у меня тут шланг установлен сейчас опущу в воду и подам жатый воздух вот видно как пузыри выходят это как раз той части где установлена вот в той части где установлена пружинка то есть вся неисправность заключалась просто в бракованной детали и после того как и вот этот мало диффузор заменил установил нормальный диффузор не бракованный работа карбюратора полностью восстановилась все же клюра вернулись на место машина прекрасно поехала на этом все с вами был гладимир баев всем удачи на дорогах и до следующих встреч